Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, дорогие товарищи. Не удивляйтесь странному фону, на котором я сейчас на ваших экранах. Это не далекие острова, это всего лишь обычный советский, еще советской постройки, отель, гостиница, который на несколько дней решил сделать маленький перерыв. Но труба зовет, и я решил записать, точнее не я решил, а Павел Банщиков решил мобилизовать нас на работу, и записываем несколько коротких фрагментов цикла лекций, надеюсь, когда-нибудь я прочитаю его подробнее, посвященного проблемам социализации капитализма, потенциал противоречиям, пределам социализации капитализма. Тема одновременно и крайне актуальная, и болезненная. Моих коллег, меня, я бы сказал даже по-другому, товарищей, наших товарищей по журналу «Альтернативы», по сети «Альтернативы», Центру современных марксистских исследований часто упрекают в том, что мы реформаторы и не хотим думать о качественных изменениях существующей системы. Это не так. В Центре марксистских исследований, в альтернативах разные ученые, с разными взглядами, но в целом мы все являемся сторонниками социализма, более того, большинство из нас считает, что будущее принадлежит коммунистическому обществу, царству свободы. Это общественная система, качественно отличная, не только от капитализма, но и от всей предыстории человечества, от того, что Маркс и Энгельс называли царством необходимости. Этот переход – это качественный дилектический скачок, и в этом смысле это революция. Какой именно может и должна быть социальная революция, экономическая революция, политическая революция? Это вопросы, которые мы с вами обсуждали не раз на нашем канале, и сейчас я их поднимать не буду. Сегодня у нас разговор пойдет о возможности реформирования капитализма. И прежде чем перейти к основному содержанию нашей сегодняшней встречи, я хотел бы подчеркнуть, понимаете, для того, чтобы осуществлять качественный скачок в новое общество, осуществлять позитивную, созидающую революцию, революцию, разрушающую старые общественные отношения, а не культуру, не людей, не ценности, связанные с производительными силами и духовными ценностями человечества. Для того, чтобы вот такую позитивную революцию осуществлять, ее субъект должен иметь мощную теорию, если хотите, социальные мозги, и он должен иметь опыт позитивной организационной работы, опыт конструктивного социального творчества, своего рода социальные мускулы, навык. Ну, как для строительства нового здания, как для выращивания сада. Одной воли и политического импульса недостаточно, одних проблем, глубоких противоречий недостаточно, надо уметь это создать. Вот этот опыт и это знание формируются практиками, не исключительно чтением учебников, хотя правильно говорит нынешнее молодое поколение, цитируя классиков, что революция начинается с библиотеки. Она начинается, подготовительный этап начинается, а делается она в практиках. И опыт деятельности, навык, профессионализм, творчество, знание рождается в практике. Эти практики первоначально – это реформа. Именно так действовали те, кто потом стал создателем Союза Советских Социалистических Республик, первоначально Красной России, те, кто совершил Октябрьскую революцию. Это были люди, которые работали в кассах взаимопомощи, в профсоюзах, которые помогали рабочим организовать экономические забастовки, которые боролись за буржуазно-демократические реформы и так далее. И в этом смысле я последовательно стою на тех позициях, о которых многократно писал и Владимир Ильич Ленин, и многие другие революционеры. Писали о том, что революции нужны и необходимы. Подготовительный этап к ним – это реформа. Но реформа будет успешна только тогда, когда мы видим стратегию. Стратегию движения вперед, революционного преобразования общества. И обратно. Это революционное преобразование не будет конструктивным, если мы не создадим практический базис в виде нашего опыта устро-социального творчества, знания рожденного и теории, и воплощением этой теории в практику, проверку ее на первых практических шагах. Социализация капитализма – это реформа, которая осуществляется в рамках старого общества с целью максимального приближения и минимально болезненного, максимально безболезненного перехода к новой системе. Об этом у нас будет идти и речь. И я хочу подчеркнуть, что мы сегодня остановимся на предпосылках, которые рождают необходимость и возможность движения к новому обществу и в качестве первых шагов социализации капитализма. Четвертая технологическая революция, новые вызовы социализации капитализма связаны с глобальными проблемами, чуть позже, но в рамках первого фрагмента, который сегодня я для вас записываю. Далее основные слагаемые социализации капитализма – то, что можно сделать по реформированию внутри рынка, развивая одновременно демократическое планирование, но как компонент капиталистической системы. Об этом противоречие, а не просто парадоксия, будет идти речь в одной из следующих небольших лекций. Важнейший блок – это социализация отношений собственности. Опять-таки при сохранении господства частной собственности еще в рамках капитализма, подготавливая рождение будущего мира, в котором соединение работника со средствами производства будет ассоциировано, будет принадлежать к сфере общественного сектора. Третий компонент – это социализация в сфере отношений распределения дохода, где возможно частичное, я подчеркиваю, частичное снижение неравенства и частичное увеличение меры справедливости в рамках несправедливого эксплуататорского капиталистического общества. Ну и, наконец, безусловно, мы поговорим о возможности коррекции отношения его с производством и перехода не просто к экономическому росту, но к развитию, которое обеспечивается таким образом. Я еще раз подчеркиваю, что лекции записываются в советской гостинице, где немножко шумновато, поэтому простите меня, но другой возможности сейчас их записать у меня нет. Итак, давайте сегодня поговорим о возможности, необходимости социализации капитализма. Прежде всего, эта возможность, вы можете сейчас видеть слайд 3, эта возможность есть и необходимость есть, но они неравномерны. Они усиливаются и возможности, и необходимости социализации капитализма и снижаются. Социализация капитализма идет в целом по восходящей линии, но это в целом восходящая линия, это своего рода синусоида, которая сопровождается понижательными и повышательными тенденциями. Если мы посмотрим на последние десятилетия, в которых мы пребываем, на самый конец 20-го и начало 21-го века, то мы заметим в большинстве случаев понижательную тенденцию в десоциализацию сегодняшней экономики, общественной жизни, политики, культуры и так далее. Но из этого не следует, что позитивный тренд невозможен. Когда-то, во второй половине 20-го века, начиная с послевоенного периода, а в Америке, пожалуй, даже раньше, с реформ Рузвельта после Великой депрессии, шла обратная линия, линия социализации капитализма. Поэтому вопрос, что рождает необходимость социализации? Она рождается, исходя из прогресса производительных сил и производственных отношений. И я позволю себе начать в соответствии с традиционной логикой марксизма, с качественных изменений, которые происходят в содержании труда. Это же главное, что составляет основу производительных сил. Производительные силы, в свою очередь, составляют основу производственных отношений. И здесь происходит скачок от тысячелетий господства репродуктивного труда к новой эпохе. Эпохе, где творческая деятельность становится массовой, а не является делом исключительно единиц, ну, может быть, сотен или тысяч человек в рамках огромных стран. Это эпоха, сегодняшняя эпоха, когда творчество может, подчеркиваю, может и по идее должен быть занят каждый работник сферы медицины, образования. Я уже не говорю о конструкторской деятельности, программировании, науке, искусстве, о решении экологических и социальных проблем, о социальном творчестве. Вот это возможность и необходимость массового социального творчества, созданного технологиями пятого и шестого укладов, автоматизации, развитием информационных, нано-биотехнологий и так далее. Это все не пустые слова. Действительно, такая возможность сегодня есть. И такая необходимость есть. Но этой возможности и необходимости противостоит что? Господствующая система производственных отношений. А это рынок, причем рынок необычный, рынок тотальный, я об этом не раз рассказывал. Рынок, на котором господствуют корпорации, своего рода грандиозные пауки с паутиной, которые в этой паутине держат, как в сетях всех остальных акторов, нас с вами. Они держат в этих сетях потребителей, субпоставщиков, практически все человечество. Кстати, новое словечко «экосистема» – это такой красивый, с позитивной коннотацией термин, но означает он все большую мощь вот этого поля зависимости, этой паутины. Этот рынок требует альтернативы. Эта альтернатива рождается в виде социализации, регулирования и частичного планирования. Об этом чуть позже. То же самое касается отношений эксплуатации, которые сегодня многообразны и требуют изменений в отношениях собственности. Я уже не говорю о том, что сегодня у всех на слуху. Это глобальные проблемы, климат, проблема, которая не решается в рамках рыночно-капиталистической системы как таковой. Это явление того же класса, что пандемия. И мы все хорошо знаем, что это страшное бедствие, врушившееся на человечество. По каким причинам, сейчас мы не будем с вами разбираться. Но это бедствие вызвало резкую социализацию, точнее необходимость социализации, на которую где-то отреагировали, а где-то нет. Где-то стали развивать по-настоящему общественное здравоохранение, контролировать общественную жизнь, ограничивать бизнес, помогать беднейшим славям населения, производить и распределять почти бесплатные или дешевые с государственными ценами лекарства и так далее и тому подобное. Даже в России кое-что из этого было сделано. Это необходимость социализации. К сожалению, угрозы такого рода сохраняются. Это возможность техногенных катастроф, которые сегодня стали угрозой человечества. Может быть, не номер один, но номер два или три. Ну и, наконец, глубочайшие геополитэкономические противоречия, сопровождающиеся военными действиями, гибелью десятков тысяч человек, иногда больше. Это по всему миру. Вот это то, что требует качественных изменений. Эту необходимость поняли даже адепты капитализма. Недаром Сорос и Шваб и многие другие деятели, которых трудно заподозрить симпатии к марксизму или социализму, сегодня все больше говорят об инклюзивном капитализме. Ну, последний термин, который генерировал вроде бы как Шваб, лидер Давосского форума, но сегодня уже есть Think Tank, такая мощная по объему финансирования, не знаю, как по интеллектуальному потенциалу группировка, которую поддерживают крупнейшие корпорации, которые пытаются придумать, как повесить лапшу на уши и создать иллюзию социализированного капитализма. Но есть и реальная борьба за социализацию капитализма. Есть она в странах центра, в Соединенных Штатах, в Западной Европе. Нас мало об этом говорят, но те протесты, которые имели место на протяжении последних лет в Америке, в Соединенных Штатах, во Франции, движении желтых жилетов и многих других государствах, это реальность. Реальность победы на выборах левых кандидатов в Боливии и в ряде других стран Латинской Америки. Они ставят задачу социализации капитализма. Их партии и движения называются движения к социализму. Вот это практики. Ну и, наконец, важнейший вызов современности – это углубляющееся неравенство, о котором опять-таки говорят все левые общественные деятели, субъекты социального творчества. Об этом говорят уже, наверное, на протяжении столетий, едва ли не с 18 века, об этой трагедии, беде и преступлении капитализма в социальном неравенстве. Но об этом сегодня заговорили и принадлежащие к мейнстриму ученые. Книжка Пикетти, и даже не одна книжка Пикетти, недаром надела столько шуму, хотя он просто собрал статистику, в принципе, хорошо известную любому левому активисту, тем более теоретику, статистику об углубляющемся неравенстве, особенно в последние десятилетия. Вот, пожалуй, здесь мы поставим многоточие. Это необходимость социализации капитализма. А вот как и что мы будем социализировать, и что здесь возможно, даже в рамках реформ, об этом в следующих фрагментах нашего длинного разговора, состоящего из коротких частей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.